Добрый день, дамы и господа, как меня слышно? Если можно, от единички до десяти. Отлично, хорошо. Все, спасибо большое, тогда начинаем следующий вебинар, который посвящен такой теме, как экспресс-метод построения эффективной команды. Я представлюсь, Владимир Родченко, основатель и руководитель коучингового центра Омега Коучинг, обучался в различных школах, в различных учителях, что с моей точки зрения позволяет видеть запрос, к которому приходит клиент с разных сторон, видеть его разные грани и благодаря этому в том числе быть максимально полезным. Моя основная специализация как коуча – это повышение эффективности руководителей команд. И вот о командах, то мы сегодня с вами и поговорим. И вы знаете, для того, чтобы то время, которое вы инвестируете в нашу встречу, было максимально полезным, я попрошу вас написать, откуда вы, коучи вы или руководители. А в зависимости от этого я постараюсь давать информацию так, чтобы это было для вас наиболее полезно. И, собственно, какие ожидания у вас есть от нашей встречи? И пока вы думаете, пишите в чате, я вам скажу, что в принципе одни и те же, прошу прощения, принципы работают в построении команд в бизнесе, в спорте, в создании крепкой семьи и даже в установлении хороших взаимоотношений с соседями. Что для вас будет хорошим результатом нашей встречи? Начинающий. Угу. Был обещан экспресс. Ну раз обещан, будет дан, конечно. Я вижу у нас в основном, в основном коучи. Хорошо, давайте тогда я в своем рассказе буду ориентироваться на коучей. Коуч-ментор, руководитель команды в бизнесе, семьи и окружении. Так, Анжелита. Оксана руководитель. А те, кто не является коучем, я так понимаю, раз ты здесь находится, уже какое-то представление о коучинге составленное, да, хотя бы минимальное, чем отличается от тренингов хотя бы. прохожу вводный. Угу. Поймем. Великолепно. Ну что, тогда в путь. Сейчас, что нам еще написали? HRBP. Угу. Хорошо. Итак, у нас с вами почти час. За это время я поделюсь с вами кратко о том, что такое командный коучинг. просто дадим определение и выясним, что мы с вами по-одинаковому понимаем, что это такое. А я расскажу вам как раз экспресс-метод. Экспресс-метод это не командный коучинг, это то, что основано на моем практическом опыте и на моем знании командного коучинга. То есть это то, что можно брать, применять, даже если вы не являетесь коучем. Из серии взял, сделал, получил результат. Значит, откуда вообще это пришло? Именно в мое понимание, как я это вижу. Значит, первую команду, которую я создавал в своей жизни, я не имею в виду команду, в составе которой я играл в футбол во дворе, например, а команду, от которой зависела бы моя работа. Это было 30 лет назад, я тогда командовал разведокным десантным взводом на севере, северпольского полуострова в границе с Норвегией. А моей командой, соответственно, была моя разведгруппа, в составе которой я выполнял различные задачи. И тогда я не знал ничего о коучинге и тем более о командном коучинге, его просто тогда еще не было. Но я прекрасно понимал, что без доверия, без открытого диалога, без анализа, в разведке делать просто нечего. И результатом этого понимания как раз было то, что мы всегда были среди лучших, а я служил в армии пять лет, всегда были среди лучших, не было ни одной сколь-нибудь серьезной травмы, а ситуации были очень разные и даже не было ни одного обморожения. А мы не просто бывали на свежем воздухе достаточно подолгу, я напомню, это крайний север. А на выходах с группой, ну, бывало так, что мы по четыре дня, по четверо суток были на морозе и зимой ночевали прямо в снегу. Вот, я считаю, что это такой показатель именно командной работы. Позже я уволился, стал применять полученные навыки, совершенствовать уже в работе, не имеющей никакого отношения к армии, но мне очень повезло. Я, во-первых, руководил все время кем-то, во-вторых, я наблюдал, как создаются действительно великие команды, как они создаются, как они умирают. Мне всегда это было очень интересно. Я сам создавал команды, являлся частью команд. Для меня это, ну, просто фантастическое такое направление, которое мне очень интересно. А потом получилось так, что я увлекся яхтингом, и когда захотелось не просто быть шкипером, ходить с семьей с друзьями, открывать там новые страны моря, ну, для себя, естественно, они уже кем-то все открыты, а захотелось участвовать в регатах, побеждать, потому что, знаете, приходишь после регаты, и если нет кубков, от которых медалей, кажется, вроде, как и непонятно, я имею ввиду, с точки зрения семьи, чем человек занимался. А так, вроде, если есть результат, значит, наверное, дело. Но у нас как-то с медалями не очень складывалось. А я в то время уже был профессиональным коучем. И на Кубке Китая, когда мы не заняли... Какой не заняли? Мы даже ни разу не вошли в двадцатку ни в одной из гонок. А их там было, наверное, порядка двенадцати за всю регату. Я предложил свои услуги не просто как член экипажа, а как командного поуча в том числе. И в следующий раз, это был Кубок Короля Таиланда, мы заняли третье место в общем зачете. На регате этого уровня это выполнен норматив команды и мастера спорта международного класса. То есть достаточно серьезный результат. Плюс ко всему, мне еще было вдвойне приятно, потому что я в детстве был таким читающим мальчиком, видел сказки. И все время мне хотелось, чтобы... Король какой-то страны, мне не важно было какой, важен был сам факт. Меня пригласил к себе, что-то вручил, сказал что-то хорошее. Таиланд как раз та страна, та регата, на которой победитель награждает именно король. Да, то есть еще и вот это моя детская мечта сбылась. Плюс ко всему, потом как поучи вы меня поймете, да, поскольку весь экипаж фактически состоял не из профессиональных спортсменов, да, Наташа, не из профессиональных спортсменов, а из в основном бизнесменов, причем таких ребят серьезных, опытных, взрослых, имеющих не один успешный бизнес. Они сказали, слушай, мы видим, как это классно работает, сделай то же самое у нас. И я говорю, конечно, почему нет? Да, кто читал книги Уитмора, помните, у него была такая же ситуация, когда к нему обращались за помощью те, кто... Кого он обучал играть в гольф, в теннис. Вот, все это работает абсолютно четко. И я стал наращивать еще свою коучинговую подготовку в плане командного коучинга. Вот, и получалось все в целом очень здорово. Ну, давайте все-таки разберемся, что такое командный коучинг. Если говорить о определении, мне очень нравится определение Дэвида Клоттербака. Это помощь команды в улучшении эффективности и процессов ее достижения через рефлексию и диалог. Ну, или через анализ. В принципе, это то, о чем я говорил, был подход такой же в разведке абсолютно. И очень важное дополнение со стороны Кокинса и Смита. Это сказано про миссию и про то, что в этом случае команда может действовать больше, чем сумма ее частей. То есть это уже получается, знаете, когда 1 плюс 1 равно 11. Вот, это очень важно. И когда команда становится действительно командой, вот такие изменения, улучшения происходят. Значит, опять-таки, если два слова буквально, господа, и перейдем к моей системе. Значит, что вы знали, что такое командный коучинг, если кто-то этим не занимался. Я знаю, вот Наталья очень хорошо в курсе, и я к ней с большим уважением как командному коучу отношусь. Оксана Тимофеева тоже здесь видел. Вот, те, кто не знает, это достаточно сложное направление в том плане, что мало быть просто хорошим коучем, нужно иметь еще ряд дополнительных навыков. Вот так пишет об этом Кокинс. Мне повезло еще учиться у Михаила Дернаковского в ICU. Там говорят вот о таком перечне навыков. То есть это фасилитация, модерация, медиация, групповая динамика. Это знание системных принципов, это много всего. Для меня это просто кайф. Для тех, кто хочет заниматься изучением командного коучинга, очень рекомендую книжку Дэвида Клоттервака. Вот для меня она просто откровением в свое время явилась. Так, ну и мы переходим. Итак, методика экспресс построения команды. Как я уже говорил, можно крупные файлы. Вероник, я потом дам возможность все спокойно скачать, поэтому не отвлекайтесь сейчас на какие-то записывания. Просто давайте с вами беседовать, давайте обсуждать, тогда это будет полезно и для меня, и для вас. А презентацию вы потом получите, можете спокойно ее разглядывать, сколь угодно долго. Выписывайтесь, если что-то вы хотите. Хорошо. Итак, почему регата? Потому что в том виде, в котором я ее буду сейчас сдавать, она пришла на регате. Неоднократно на регатах потом же снова обкатывалась и приносила такие же хорошие результаты. Когда я даю командный коучинг, например, вот на прошлой неделе я проводил тренинг с тренерами, которые тоже заинтересовались командным коучингом, там и давали все, естественно, гораздо глубже. А вот здесь именно та методика, которую можно брать, делать, не вдаваясь особенно в подробности. Некоторые вещи я прямо буду говорить. Дальше не идем. Берем вот это и с этим можно взлетать спокойно. Договорились? Если договорились, поставьте плюсики. И мы с вами отправимся в это, надеюсь, интересное путешествие. Так, это я назад. Вот смотрите, если опять-таки использовать ту же метафору регата. Если, например, я отдыхаю где-то на берегу моря и захочу выйти... Так, секунду, сейчас я разберусь. Да, я захочу покататься на яхте. В принципе, выйдя из Марины... Марины – это место, такой маленький порк для яхт. Могу выйти из Марины, и мне совершенно не нужна ни команда, ни кто бы то ни был, если я хочу побыть, например, один, о чем-то подумать, поразмышлять. Могу выйти просто насладиться свежим морским ветром, тем удовольствием, которое дает только парусная яхта. А могу взять кого-то с собой из друзей или членов семьи, и мне совсем тоже, опять-таки, не обязательно, чтобы кто-то из них разбирался в яхтинге. Я справлюсь с этим и сам прекрасно. Это если не уходить далеко. Если, например, будет ухудшаться погода или приблизится ночь, я всегда вернусь обратно в безопасное, спокойное место. Ну, а если я захочу пойти куда-то далеко, например, вот такую пальму, да, мы нарисуем, то тогда мне, как минимум, нужно знать, где я нахожусь сейчас и куда я хочу прийти, точки А и Б для того, чтобы построить маршрут. Когда я построю маршрут, тогда я смогу определить, сколько у меня займет это времени, хватит ли у меня ресурсов, достаточно ли у меня хорошая лодка, или она не рассчитана на такие дальние переходы, состояние парусов, оценить и так далее, и тому подобное. Если я иду не один, а на перегонки с кем-то, значит, вполне вероятно, мне понадобится команда. Если у моих соперников команда хорошая, значит, мне нужна команда не хуже. Да, у них профессионалы, у них не нужны профессионалы. Значит, для этого, как минимум, нужна команда. И опять я не туда нажал. Вот, точка Б. И у меня подход очень простой, понимаете? Для того, чтобы создать команду, с которой можно идти, а мы сейчас с вами рассматриваем, еще раз я повторюсь, методику, которая позволяет из точки А в точку Б дойти однозначно, нужно всего-навсего четыре вот этих составляющих. Это доверие, осознанность, ответственность и действие. И точно так же я рассказываю экипажу. Новому экипажу, тому экипажу, с которым я уже был. Каждый раз мы начинаем с этого. Регата, я вам скажу, это три дня тренировки, неделя гонок. Вот это все рассчитано на 10 дней. И эта же методика понадобится тому, если, например, вы руководитель, как там были руководители, не факт, что у вас есть время и возможность брать командного коуча. Потому что это работа четыре месяца, как говорит Квактербак, полгода, как у меня есть опыт, где встречаемся раз в месяц, где есть индивидуальные сессии, где, когда мы расстаемся, команда остается уже без моего участия, они все обладают теми навыками, которые позволяют им идти самостоятельно без моей какой-либо помощи. Они уже все имеют без меня. То вот эта методика рассчитана на 10 дней. Окей? Давайте разберемся. Я вам говорю, господа, да что ж такое? Никак я не могу к Мирополису привыкнуть. Давайте разберемся. Итак, я говорю, для того, чтобы разобраться и запустить процессы на восстановление доверия, а можно я поставлю на паузу и спрошу вас, как вы считаете, вот если доверие о той команде, о которой вы сейчас можете говорить, вы будете оценивать от единицы до десяти, как вы считаете, вот доверие, кто-то, может быть, подумает о своей команде, не знаю, единомышленников, может быть, о тех, с кем вы работаете. Как вы можете оценить доверие? Если не хотите, не пишите. Ну, хотя бы подумайте, хорошо, от единицы до десяти. Почему я задаю этот вопрос? Есть ряд тестов, и я обязательно тестирую команду в большом, как я его называю, да, командном коучинге. И, как правило, эти тесты показывают, ну, достаточно печальную ситуацию. Есть какие-то простые тесты, типа теста Ленсиони, например, да. Вот по Ленсиони вообще ни одна команда не показала, что доверие есть. Поэтому это очень важный вопрос. Доверие – то, с чего мы начинаем вообще все. Я говорю каждый раз, господа, вот групповая динамика. И для того, чтобы... Так, может быть, только десять. Десять. Супер. Групповую динамику я беру самую простую. А самая простая динамика – это Пол Уитмора. Состоит всего из трех составляющих. Помните, у него в книге как раз коучинг как метод управления персоналом, внутренняя сила лидера. Это инклюзивное самоутверждение, кооперация. Скажите, я просто буду задавать вопросы. Просто вы сейчас, думая о командах, вы о каких командах будете думать? Семья может быть командой, на работе может быть команда. Потому что я буду задавать вопросы, чтобы вы понимали, в какую сторону направлять свои мысли. Спортивная команда. Отлично. Кто еще о ком? И у меня такой вопрос, смотрите, еще попутно. Ага, семья и бизнес. Семья вообще здорово. Так, вот стадия инклюзивности. Она же стадия вхождения, когда люди только знакомятся друг с другом, и самая главная задача – это быть принятым командой. Господа, а кто не знает, что такое групповая динамика? Может, я просто не буду отнимать время, мы пойдем дальше. Надо на этом останавливаться или пойти дальше? Да, надо. Хорошо. Итак, три стадии. Ну, мы кратенько. Первая стадия вхождения. Если здесь происходит что-то неприятное для кого-то из членов команды, скажем так, не лучший день выдался, тогда, скорее всего, этого никто не заметит, каждый занят своими делами. Если случится что-то хорошее, тоже никто не заметит. Каждый занят своим делом. Здесь очень многое зависит от руководителя. Если руководитель начнет проявлять себя как человека открытого, готового к диалогу, скорее всего, это станет корпоративной культурой, культурой этой команды. Соответственно, если он будет себя вести противоположным способом, тоже это станет частью команды. Те, кому в детстве повезло, и они с детства воспитывались как уверенные в себе и в своих силах молодые люди, а это все закладывается в семье, я в этом убежден, они должны пойти навстречу тем, кто... Ну, кому и так повезло хорошо. И тогда команда сможет быстрее перейти на вторую стадию. Вторая стадия самоутверждения. Она наступает тогда, когда часть команды почувствовала себя в нее уже включенной. Знаете, животные начинают метить территорию, самцы, да, горе тому, кто вторгнется на их выхладение. Люди начинают устраивать границы между собой. Здесь проверяется на крепость руководитель. Команда смотрит, можно ли не выполнять его указания. И если да, то на сколько. Хороший руководитель здесь же дает возможность брать инициативу на себя членам команды, и тогда они удовлетворяют свою природную вот эту потребность самоутверждений. И некоторые команды, точнее большинство, они застревают именно на этом уровне. Здесь уже появляется эффективность команды, но она в основном за счет производительности, либо за счет более слабых членов команды каких-то. И тот же Уитмар, например, пишет, что большинство западного общества находится на второй стадии. Я уж не говорю, ну, у нас, естественно, то же самое, да, чудес не бывает. И большинство команд спортивные все почти находятся там. Как можно перейти на третью, на кооперацию? Конечно, с помощью коучинга. Это самый простой способ. Мы садимся в команде и начинаем прописывать правила. Я говорю, ребята, сейчас у нас вторая стадия, как правило. Вот вы сейчас напишите, какая стадия в тех командах, которые вы озвучивали. Работа, семья, бизнес. Какая у вас стадия в ваших командах? А третья стадия, я скажу, когда уже все четкие границы установлены, все определено и уже идет кооперация, уже налажено общение, люди знают, для чего они вместе. Кто на какой стадии находится сейчас? Вопрос я задал, непростой. Самоутверждение, кооперация. Круто. Круто, Марина. Я вас поздравляю от души. Хорошо. Самое интересное, когда удается это отслеживать, и грустно, когда видишь эти процессы, но от тебя зависит далеко не все. На второй. Конечно, в основном на второй. Поэтому прописываем, прописываем, прописываем все процессы. Но при этом достаточно гибкий друг по отношению к другу. То есть, если, например, это на яхте, мы прямо во сколько старт, когда приходим, потому что в том же Таиланде, например, все ночуют на берегу, да? Во сколько мы выходим, когда мы поднимаем яхт? Кто покупает воду? Вот куча всяких моментов, она снимает различные трения, которые могут возникнуть. К этому мы еще вернемся чуть позже, пока идем дальше. Правила. Вот это те правила, о которых я говорю, да. Все расписали, все знаем, все хорошо. Навыки слушания. Это тоже очень важный момент, который я всегда объясняю, обращая внимание на первые три. Знаете, вот Панан Секляин, очень хороший, у нее пять видов слушания, а как же обстоятельства, которые могут сменить правила. Я говорю, гибко подходим. Без фанатизма. То есть, не то, что мы приняли и все, это вот железобетон. Ну нет, всегда мы все... Но какие-то вещи, они... Мы же правила все вместе принимаем, понимаете, все голосованием делается. Поэтому, если что-то меняется, я всегда могу сделать, но потом объяснить. Но я знаю, что это не мое какое-то домысливание, а я нарушаю какое-то правило, но я при этом смогу объяснить, почему. Понимаете? Потому что я это делаю в интересах всей команды, в интересах нашей цели, миссии и так далее. Да? И вот спасибо за этот вопрос. Сейчас пока слушание поставим на паузу. Я, знаете, вам забыл, какой вопрос задать. Бывает, разбирает по поводу нарушения правил. Да не бывает. Знаете, почему не бывает? Сейчас объясню. Мы чуть дальше, когда до миссии дойдем, там уже разборок никаких вообще быть не может. Вопрос я забыл, знаете, какой задать. Как запустить вообще процесс обсуждения? Если это команда пионеров, которые, знаете, вот вы вывезли в пионерский лагерь, я себя просто помню в этом возрасте. И мне все кажется интересным, забавным и любопытным. Я готов откликаться на любые инициативы. А если это взрослые люди, да, например, у нас тактик 50 лет под парусом уже давно отпраздновал, у него там своих куча бизнесов, он видел такое, что дай бог каждому увидит. Как заинтересовать таких людей? Что может позволить их, а, выслушивать коуча, б, идти на какие-то изменения? Да. Пока думайте, это Нейси Кляйна по уровню слушания. Алёна. Вы знаете, опять случай из моей жизни, вот именно с тем экипажем, где я значил. Ага, что там у нас? Авторитет. Авторитета у меня не было такого, который позволил бы слушать меня, открыв рот. У меня за спиной были регаты там Италия, Греция, Турция, Хорватия, Гонконг, там тоже Таиланд, это уже третий регата. Но члены команды имели гораздо больший авторитет, как гонщики. Мотивация, что он получит. А надо, чтобы начали слушать. Умение задавать вопросы. Ну, там тоже здоровый цинизм. Вот, смотрите, мне повезло в том плане, что мне удалось возбудить любопытство. Любопытство, я говорю, господа, вот есть такая методика, давайте начнем работать в этом направлении. И для того, чтобы вас заинтересовать, я прямо в открытую так и говорил, я вам задам вопрос. Я сейчас раздам по бумажечке, да, мы включаем методы такие модеративные. Каждый напишет цель, с которой он прилетел сюда, на эту регату. Если хоть у двух из вас эта цель совпадает, я веду всю команду в ресторан, любой на выбор. Теперь вопрос ко всем, кто платил за ресторан? Я или команда? Как вы думаете? Ну, конечно, неужели вы думаете, что если бы был хоть малейший риск, что я буду платить за всю команду, я бы пошел на эту авантюру. Ни одна из целей не совпала. Ни одна из целей не совпала. Я говорю, вы что, действительно, те самые люди, которые прилетели сюда, неизвестно зачем, через полмира. Да, да. Она не только по-разному звучит, она разная цель была сама по себе. Понимаете? И вот это включило всех в процесс. Понимаете? Это вызвало интерес, и мы начали работать. Пока интереса не будет создана. Ну, хорошо, окей. Либо пока у вас не будет авторитета, либо пока я, например, вот сейчас я уже прихожу на регату, да, мне уже зовут регату бесплатно. Говорят, слушай, давай приезжай, займешься командой, окей. Здесь уже тоже есть опыт в работе с бизнес-командой. Я говорю, в хорошие тренинговые центры приглашают делиться опытом, тоже здорово. Но пока этого нет, нужно вызвать интерес. Вот, давайте вернемся к слушанию. Итак, самый простой способ слушать, чтобы не согласиться. Вот это то, что нужно отслеживать. Потому что, когда я слушаю, чтобы не согласиться, я получаю только ту часть информации, которая мне позволяет, опираясь на которую, я могу не согласиться с тем, кто пытается со мной разговаривать. Согласны? И тогда, когда кто-то стоит на этом уровне слушания, возможны конфликты. Потому что он не заинтересован в том, чтобы понять вообще, в чем, как вопрос пытается даже решить. Второе, слушать, чтобы ответить или записать. Тоже не самый лучший вариант. Потому что, пока я готовлю свой ответ, как правило, тот, кто излагает информацию, уже ушел вперед. И мне снова приходится его догонять. Когда я пытаюсь что-то записать, тоже, пока я формулирую, информация пошла дальше, я могу пропустить что-то ценное. Слушать, чтобы понять, уже лучше. Слушать, чтобы помочь кому-то понять, еще лучше. Я уже понимаю, что с человеком происходит, что вокруг него, что внутри. При слушать безумысла, это уже вообще коучинговый подход. Самое главное, вот здесь, работайте с командой, экспресс-метод. Это первые два момента. Чтобы сама команда научилась отслеживать эти моменты. И в прямую, прямо говорить. Слушай, а ты у меня из какой позиции сейчас слушаешь, чтобы не согласиться? У меня, кстати, это очень хорошо. Наташа работает с ребенком. У меня сыну 11 лет. Вот. И возраст классный такой. Я говорю, слушай, его Тихон зовут. Слушай, Тихон, ты из какой сейчас позиции слушаешь? Ну, поскольку у меня ребенок продвинутый в плане коучинга. Слушай, наверное, из первой. Я говорю, окей, идем дальше. Он говорит, да. И у нас просто беседы переходят на совсем другой уровень. По слушаниям понятно. Да? Идем дальше. Конфликты. Здесь очень важно смотреть. Но это опять-таки исходим из той ситуации, которая есть в команде. Все равно нужно проговорить. Я не буду сейчас на этом плотно останавливаться. Это вот предотвращение и разрешение конфликтов. Вот эти все отсрочки, параллельные методы, подавление, предупреждение. Но, в принципе, по большому счету, четко прописанные правила, они помогают этого всего избежать. Но люди должны знать, что если будет конфликт, мы их будем разрешать. Мы договариваемся, что мы их не замалчиваем. Мы не заметаем под ковер. Мы их разрешаем, потому что они будут мешать нам продвигаться к нашей цели. Это всеми задекларировано. Ожидание договоренности очень важный момент. Очень важный момент, потому что на тренинге я прям провожу упражнение. Спасибо тем, кто мне его дал. Провожу это упражнение. Я рассказываю, во-первых, свою ситуацию, про ожидание договоренности. Вот сейчас каждый из вас постарайтесь вспомнить, я уверен, наверняка вспомнится что-то интересное, чего можно было на самом деле избежать, если бы вы владели методикой предупреждения вот этих моментов. Как было у меня? Возвращаемся снова к Яшингу. Мой первый выход в море, как шкиппер самостоятельный. Я беру огромную яхту. Это было там 5 душ и 5 кают, 5 туалетов. Такая, кикладис огроменный. Вот. Неаполитанский залив. Идем на остров Искио. Все хорошо. Первая швартовка. Со мной два моих друга. Один шкипер, второй нет. Я, естественно, ожидаю, что сейчас мы будем швартоваться бортом. То есть, когда бортом, это вот так яхта подходит, замедляет скорость и медленно и плавно пристает к берегу. Да? Так должно быть. Чтобы не случилось удара, те, кто страхует, берут кранцы, такие, знаете, надувные штуки. Резиновые. Они обычно справа, слева по борту болтаются. На лодках, на катерах, не обязательно напарутся. И подставляют. Естественно, у меня ожидание, что если мой друг шкипер, а второй тоже, наверное, я так ожидаю, должен понимать, в чем дело, то мы сейчас спокойно все это сделаем. Я аккуратно подхожу, но в этот момент начинает дуть сильный боковой ветер. Скорость яхты увеличивается, а яхта такая штука, в которой нет тормозов почему-то. Вот. И вместо того, чтобы меня подстраховать, один начинает выяснять взаимоотношения с женой, почему-то самое время сейчас оказалось, с вот точки зрения. А второму звонит подчиненный и начинает там рассказывать про какие-то финансовые вопросы. В тот момент для него тоже оказался очень важным. И я просто такой... И лишаюсь дара речи, потому что слышу звук такой... И расстраиваюсь. Понимаете? И мне было очень печально. Я понимаю, что если бы я заранее все проговорил, что делаю я, что делают они, как мы это делаем, когда мы это делаем, что будет нашим конкретным результатом, все было бы совсем по-другому. И наши следующие швартовки были аккуратны, и не было ни одной ни царапинки, ничего. И мы никогда не ругались. Поэтому вот в этом ключе мы и оговариваем все. Здесь очень важный маркер, знаете, какой? Если звучит слово «должен», то есть мы подходим, вы должны. Если должны, значит, это уже есть ожидание. Не факт, что это так, но скорее всего там есть ожидание. В любом случае надо посмотреть. Значит, смотрите, еще раз. Что я делаю, что ты делаешь. Как я это делаю, как ты это делаешь. Когда мы это делаем, и какой наш конкретный результат должен быть получен в конце нашего взаимодействия. С этим понятно. Мы все моменты эти проговариваем. Когда мы проговорили, возникновение конфликта сводится к минимуму. Хотя, опять-таки, вот я проводил сейчас тренинг. Мне говорят, хорошо, вот мы заключили договор на проведение тренингов. Все мы договорили, все хорошо. А в конце заказчик меняет диаметрально противоположно вообще свои требования. И что делать с этим? Я говорю, а у вас была договоренность о том, что будет в том случае, если заказчик возьмет и изменит диаметрально противоположно свои требования? Он мне говорит, нет. Я говорю, если бы было. Он говорит, да. А если бы было, тогда бы мы знали, как на это реагировать. И скорее всего, и заказчик бы не стал так делать. Потому что у нас наверняка были предусмотрены какие-то там, ну или штрафные санкции, или что-то еще. То есть, что-то происходит, вносим поправки, договариваемся, договариваемся на берегу. С этим понятно, да? Идем дальше. Идем дальше, ставьте плюсик. Давайте хоть видим из какого-то стуль-диалога. И очень важно, знаете, вот такой момент, как доверие. Спасибо. Доверие тоже у всех, у всех разное. Я там уже показал своего кота нечаянно. Поэтому я не буду сейчас нагнетать штуку особо. А, да, наверное. Я с вами вынужден согласиться, Катерина. Значит, смотрите. Я всегда говорю еще, это уже в конце я поднимаю этот вопрос. Потому что по мере того, как мы начинаем освещать вот эти все пункты, начинается совсем другая динамика взаимоотношения в команде. Это все очень интересно работает. И в конце вот этой работы мы уже выходим на доверие. Я говорю, что такое доверие для вас? Дайте определение. И опять модеративные методы, всем по листочку. Каждый пишет. Понимаете? Идет напряженная работа. И мы узнаем, что у каждого свои варианты, свое название доверия. Дальше я говорю, окей. Как вы понимаете, что вам доверяют? Напишите два пункта. Когда мне доверяют, по отношению ко мне делают то-то и то-то. Понимаете, да? И следующий момент. Когда я доверяю, то тогда я... Ну, например, давайте я пример приведу. Если я доверяю, я, скорее всего, не буду проверять, насколько хорошо или плохо сделана работа. Я человеку доверяю, зная, что он максимально вложился. Если кто-то опоздал ко мне на встречу, скорее всего, я не буду даже спрашивать, почему, не буду ждать каких-то извинений, потому что я знаю, что человек опоздал не потому, что он меня не уважает. Я доверяю ему в том плане, что он сделал все для того, чтобы успеть. Скорее всего, это были какие-то непредалимые обстоятельства. И то же самое по отношению ко мне. Если, например, я взял на себя какую-то инициативу, я ожидаю, что меня не будут проверять. Если нужна информация, насколько я хорошо продвигаюсь в этом направлении, люди, зная, что я так к этому отношусь, скорее всего, скажут. Слушай, нам нужно просто информацию получить, чтобы составить общий план, например, или график. Я скажу, окей, тогда я не обижаюсь. То есть, когда мы все это выгружаем, это как инструкция по применению. Вот это моя инструкция, это твоя инструкция. И мы, заглядывая в эти карты, общаемся таким образом друг с другом, что это не вызывает никаких трений. С этим понятно. Как вы работаете с имением слушать? Учим. Сейчас просто давайте поставим на паузу этот вопрос и вернемся к нему в конце. У нас там 25 минут еще только остается. А я всегда, чтобы вызвать интерес к этому, говорю, слушайте, представьте кота. Где он находится, как он выглядит, чем занимается. Все представляют кота. Я говорю, я представил вот такого своего кота. Показываю там, вот этот мой код. У вас такого цвета. Он говорит, нет, другой. Я говорю, видите, а мы говорили о коте. Хорошо, идем дальше. Сейчас начинаем двигаться быстро достаточно, потому что времени остается немного. Что такое команда, что такое группа? Вот смотрите, две фотографии. Я есть на обеих. Поэтому считаю, что имею право задавать этот вопрос. На одной из них команда, а на другой группа. Угадайте, команда справа или слева? Пишем справа, слева. Слева. Слева, слева. Да, слева. А вот и нет. А вот и только справа. А знаете почему? Потому что слева это мы в Китае. И там мы не были командой. Мы были только группой. Понимаете? Потому что не было единых целей. Сейчас мы определим, чего не было. А здесь, да. Здесь справа это команда. Это мы уже в Таиланде. И говорят, вот у вас медали. Говорят, не те медали. А вон, говорит, твой флаг. Омега-коучинг, значит, уже с ними работал как коуч. И так далее. Так, давайте определимся. Группа. Это нечто. Это может быть количество каких-то предметов или людей. Есть что-то общее. Вот просто, чтобы не путаться. Это могут быть гастрономические пристрастия, например. Или там одна религия. Разделяться. А команда это небольшое число людей. Давайте сразу определимся. Какое число команда может быть? Состоять из каких людей? Ваши варианты. Команда. Небольшое число. Шесть, десять. Да, до семи. Ну, смотрите. Давайте так, чтобы временно это не тратить. Семь плюс минус два. Да, число Миллера. Магическое число семь и так далее. Да, да, спасибо. Так, взаимодополняющие навыки. Зачем нам восемь связистов? Правильно. Каждый занимается своим делом. Привержены общие цели. Показатели ее достижений, разделяющие коллективный подход. При котором каждый является ответственным перед остальными членами команды. Великолепно. Если ваша команда соответствует этому определению, все. Можете нажимать на стоп и продолжать заниматься своим делом. Команде. Что? А то меня выкинуло. Давайте потом. Там будет запись наверняка. Или мне напишите, я вам еще раз проговорю. Значит, смотрите. Есть очень хороший опросник того же Клоттербака, который позволяет понять, команда не команда. На тренинге я это все даю обязательно. Следующий вопрос. Зачем и куда мы идем? То, без чего не имеет смысла вообще командное взаимодействие. И здесь, конечно же, пирамида логических уровней. Это мой любимый инструмент. Недавно проходил собеседование в одну компанию. Опросник в книге нет его. Проходил собеседование, и мне там директор карвартирного университета говорит, слушайте, Владимир, вот все хорошо, а теперь назовите мне ваши любимые инструменты. Я завис на какое-то время, потом говорю, слушай, а у меня их нет. А у меня их просто нет. Я просто применяю то, что нужно в той или иной ситуации, для того, чтобы наш коучинг был результативным. Потом подумал, говорю, знаете, я знаю, что я точно буду использовать, но потому что без этого коучинг не коучинг. Это вот пирамида логических уровней. Поскольку здесь большинство коучей. Давайте скажу так, для тех, кто не в коуче, я скажу, что в коучинге есть такое правило, что мы решаем запрос клиента всегда на уровень или два выше. Например, если у меня есть мечта сбросить там, пару килограмм, я, конечно, могу себя на этом же уровне пытаться мучить, ограничивать как-то, вводить запреты, давать себе честное слово и так далее. Но это вопрос времени, когда я сдуюсь. Но если я выхожу на уровень убеждения, во что я верю, для чего это мне нужно вообще? А может для того, чтобы полететь на регату и там спокойно передвигаться по яхте, и моя команда заняла там первое место. Вот это дает силы. Когда мы с командой поднимаемся по этим логическим уровням, это то, что включает блеск в глазах. Это вот, когда команда выходит, господа, на уровень видения, и даже я наблюдал такие ситуации, когда члены команды уже начинают работать сами, а только страхуют. И вот когда вместе выходим, и здесь мы помним про психогеографию, то есть расположение в пространстве, здесь люди сидят по кругу обязательно. Нам 100%. Спасибо, Наташа. Вот. И все. И вот здесь я говорю, господа, вот здесь вся энергия, здесь ее сколько угодно, запомните это состояние. Возьмите за руки, посидите минуту молча. Это вот ваше видение, ваша миссия. Они говорят, да, круто. А после этого, когда мы встречаемся, я говорю, ну как дела? Там спустя месяц, да, следующая сессия. Говорит, ой, так здорово, вы знаете, меня спрашивают там, например, с командой я работал, огромная-огромная такая, это группа компаний, а я работал с одной из них. И говорит, вот меня спрашивают коллеги из другой группы, говорит, ты чем занимаешься? А это было направление, которое телевидением занималось в этой группе компаний. Они говорят, мы создаем новую эру рекламы. Говорит, вы знаете, он на меня с таким уважением посмотрел, говорит, да, везет вам, а мы какой-то фигней, ой, мы только строительством. Понимаете? Вот и все. Это то, что дает силы, то, что объединяет компанию. И если люди, вот я возвращаюсь на шаг назад, говорили, а не будет разборок? Если люди объединены этим, разборок не будет, потому что они действуют как одно целое. куда и зачем? Согласовать. Берем цель, согласовываем с высшими уровнями. Тогда цель видится по-другому, она видится более объемной. Мы понимаем, что если эта цель не соответствует нашему видению, нашей миссии, вряд ли эта цель будет реализована. Согласитесь. И наоборот, если все окей, все бьется, то, конечно, мы с этим справимся. Согласовали. Идем дальше. Почему я рисую эту прекрасную обезьяну рядом со смартом? Скажите, смарт у кого работает, у кого не работает? Кто его использует? Тот же Клоттербак, например, тот же Клоттербак говорит, что 25% смарт эффективен. Я тоже им пользуюсь. Понимаете? Кто-то крайне отрицательный. У меня клиенты некоторые в негатив просто выпадают после смарта. Поэтому я очень аккуратно действую. Когда я смартирую цель, помогаю смартировать, я обязательно добавляю экологичность, проверку на экологичность, и чтобы она была сформулирована в позитиве и в настоящем времени. А горилла здесь потому, что, знаете, есть такой классный ролик, я его загрузил, но не буду показывать, не успеем его посмотреть. Кто хочет, там две команды в черных и белых футболках нужно посчитать количество пассов, которые дает друг другу там команда в черных футболках. Кто видел? Кто видел этот ролик? Угу. О, все видели. Я вам скажу, я эту обезьяну не видел в упор вообще. Понимаете? И для меня это не хорошо и не плохо, просто я настолько концентрируюсь на задаче, что я могу упустить что-то важное. Поэтому, зная это за собой, я говорю членам своей команды, друзья, я вот не вижу, я настолько концентрируюсь. Вы смотрите по сторонам, хорошо, если вы видите что-то важное для нас, вы сообщите, потому что иначе мы это все пропустим. Просто опять-таки идет командная работа. Дальше вопрос идет как? И вот здесь смотрите, очень хорошо, мы вышли, целых 15 минут, еще потом подпишем на вопросы. Как? Я опять и на то нажал, мне в голову пришла такая классная штука, смотрите. Опять-таки, вот Клотербак говорит, рассматриваем через три фокуса, задачи обучения поведению. Еще раз, задачи обучения поведению. Три основных фокуса. И вот мы рассматриваем, например, смотрите, есть попутный ветер, тот, который наполняет наши паруса и несет нашу яхту к цели. Что сюда входит? Сюда входят наши ресурсы, наши умения, навыки, наша миссия, которых нет у наших там конкурентов, врагов. Что еще входит? Все то, что у нас есть. Все то, что мы можем реализовать, знания, наши выстроенные отношения друг с другом, все плюсы. Окей? И мы берем и записываем прямо на флипчарте. Пишет, конечно, Ковыч. Пишет, 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 пишет. Если на яхте там на листке А4 я с тобой беру. Когда мы все это выгружаем, все говорят, ничего себе, сколько у нас всего есть. Да мы крутые. Я говорю, да, ребята, это так. Сейчас мы будем писать и пишем, да что ж такое. И пишем встречный ветер. Да, это то, что нам мешает идти к цели. И мы начинаем это тоже выгружать уже на другой листок. Но здесь мы выписываем то, что мы можем изменить, то, на что мы можем влиять. То есть, если нет каких-то навыков, мы пишем сюда. Потому что потом, когда мы будем анализировать, мы можем перевести их в сильные стороны, да, обучившись чему-то. То есть, здесь то, что нам мешает, но то, на что мы можем воздействовать. Либо сами, либо привлекая какие-то дополнительные силы. Окей? Идем дальше. Есть течение. Течение это то, на что мы повлиять не можем. Знаете, есть приливы, есть отливы. Но мы это можем знать. И, в зависимости от этого, прогнозировать наши шаги. Кто-то может не знать, а мы это должны знать. И идем дальше. И может быть шторм. Шторм это хорошо или плохо? А в зависимости от того, насколько вы к нему готовы. Если разыгрывается шторм, а ваша команда является командой, вы готовы к этому? У вас есть штормовые паруса, команда обучена. Пока остальные будут прятаться в марине, можно выйти и прийти к финишу. Сейчас кризис, говорят, да, вука, мир. Я уверен, вот это моя убежденность, сейчас не кризис, а это новая реальность. И кто-то ждет разрешения ситуации, а кто-то создает свои команды. И с этими командами, вновь созданными, идет к своим новым целям. Это состояние шторма. Либо мы готовы, берем на себя ответственность, выходим в шторм, идем к своей цели, либо ждем. У моря погода, да, как это говорится. Когда мы все это выписали, мы берем и выгружаем все вот прямо вот так, на 4 листочка. и дальше мы думаем, что с этим делать. И вот здесь после того, как сделаны все предварительные шаги, то есть команда уже становится команда, они знают для чего они здесь. Они прошлись по уровням, они знают, что такое миссия, что такое видение. После этого начинается чудо. Команды начинают брать на себя ответственность. Они начинают делать это самостоятельно. Я привожу пример. А вы представьте, возможно, это на работе, допустим, где команды нет. Вот смотрите, опять та же регата, два человека, в экипаже 11 человек, два человека получают травму. Один травмирует ногу, 6 швов, другой получает солнечный удар, минус два человека, а каждый занимается своим делом. И их обязанности тут же без вмешательства шкипера, капитана, разбирает между собой члены команды. При этом говорит, так, я беру это, я беру это, я беру это. Второй говорит, нет, ты это не берешь, потому что ты не сможешь. Это возьму я, а ты возьми вот это, но я тебя буду страховать. Окей? Окей. Все согласны, да. Как вы думаете, насколько реально простая команда, группа людей в офисе, два человека заболели, и все тут же, так, разбираем их работу. Я делаю за него вот это, я вот это, насколько это реально от единицы до десяти, если это не команда. Хе-хе. Хе-хе. Да. Поэтому, но если будет цель, если будет команда, поверьте, так все и случается. Еще раз говорю, одни и те же принципы действуют в спорте, в бизнесе, в семье. Да. Вот. Наташа. Здорово, мне тоже везло, но так было не всегда и не везде. И мы просто признаем, что не всегда так говорить, но это можно сделать. И я в этом убежден. В том числе, и идя по этой схеме, да. Я уж не говорю про то, что если взять командного коуча профессионального, тогда вообще будет супер. Хорошо, идем дальше. Анализ минуты тишины. Согласитесь, что для того, чтобы взять минуту тишины просто человеку нужно уметь это делать, да, это нужно или медитировать, или уметь отключаться вот от этого бега в колесе. Для того, чтобы это сделать в составе команды, это сложнее. И вот здесь роль коуча. Господа, как мы делали, да, а если я работаю с командой здесь, в бизнесе, например, они сами выбирают время, когда это будет. Может быть, по пятницам, может, по понедельникам. Вот. А так, спорт чем хорош? Гонка, подведение итогов. Гонка, подведение итогов. В день можно по два раза. Первое место занял, молодец. Первое не занял, значит, что-то делал не так. Что мы делали не так? Корректируем, вводим изменения, получаем результат. Результат лучше, хорошо, идем в правильную сторону, хуже, значит, не то делаем. Все просто. Итак, мы садились и говорили. Опять-таки, минута тишины. Все садятся и думают, что я буду говорить. Для того, чтобы, когда будут говорить другие, мог их внимательно слушать, а не готовить свой ответ. Да, помните, второй уровень слушания? Вот, чтобы этого не было. и потом каждый говорит по очереди, начиная там, кто готов знаком с техникой, модеративный корабельный совет? Поставьте плюс. Если нет, я расскажу. Значит, там говорится, ну, давайте я расскажу, как мы делали, а потом расскажу эту технику, корабельный совет. Смотрите, и мы говорим, сегодня у меня хорошо получилось то-то, мне понравилось вот это, я могу улучшить то-то, 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 мне нужна помощь того-то, а завтра особое внимание я направлю на то-то и на то-то. Каждый по кругу проговаривает, все это обсуждается, окей. Потом на следующий день, если кто-то забыл взятые на себя обязательства, мы ему можем очень подружески напомнить. Слушай, а ты же хотел вот этим сегодня заниматься. Да, окей, точно, большое спасибо. Понимаете, это процессы. Когда мы говорим, например, в начале, помните, групповая динамика мы разбирали, да, если кто-то начинает переходить на другой тон в общении, мы говорим, ха, парень, по-моему, ты опять на второй стадии. Это они сами между собой говорят. Люди, которые не имеют никакого отношения к коучингу, вообще никакого отношения. И все это с шутками, прибаутками. Понимаете, совсем другая атмосфера. Что творилось до этого на лодке, это просто песня. Поэтому в благодарственном письме у меня написано, не просто мы там что-то заняли, а команда отмечает во время всей регаты спокойную, доброжелательную атмосферу. Вот. Понимаете, я даже запомнил. Такого никогда не было. Вот. Хорошо. Корабельный совет. Значит, смотрите, это интересно. Тем, что говорить, правила такие, адративная техника, значит, сначала говорит тот, кто младше, потом, соответственно, по старшеству. Вопросы уточняющие задает только капитан. Все выступили, потом берутся несколько вариантов, все проголосовали, какой именно. и уже их разбирают все вместе и голосуют, какой из этих вариантов будет принят командой. Но последнее слово всегда за капитан. поэтому, если даже руководитель не готов идти там совсем коучинг-коучинг, то обычно на эту методику все отвлекаются с большим удовольствием. Опять-таки, все методики можно под какую-то команду интегрировать и изменять. Ну, в общем-то, господа, осталось 5 минут до окончания моего вебинара. Я рассказал все, что хотел. Здесь мой сайт. Омега-коучинг сейчас не работает сайт. Это мой личный сайт. И вот это моя почта. Значит, все, кому нужна презентация, пожалуйста, напишите. Нужна презентация, я вам отправлю. Хорошо? Господин, у меня как коуча коллега вспомнил с такелажем. С такелажем. А такелаж это вообще все, 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 вот эти, знаете, скажем так, веревки. Это все такелаж. Я не знаю, как это. Хорошо. Вопросы есть, господа? В принципе, 5 минут есть, я могу ответить на любое. Хорошо. А что за тренинг у вас? Тренинг у меня, знаете, я его назвал основой командного коучинга. Потому что сам командный коучинг – это глубокая тема. И за один тренинг, я считаю, дать его невозможно. А вот основы очень даже, да, очень хорошо тренерами воспринимается, которые потом интегрируют свою практику. Руководители очень любят. Куда направить? А вот почта. Вот это, вэротс, собака, яндекс.ру. Это моя такая почта. У лидера команды. Вы знаете, вот, честно говоря, хороший командный коучинг, если такой большой, настоящий, он, по моему разумению, приходит из индивидуального коучинга, когда готов к этому руководитель. Потому что здесь у руководителя требуется мужество. Далеко не все готовы. Бывает так, что мы начинаем работать, а потом, ну, человек начинает немного побаиваться, да, потому что команда становится другой. Хотя я всегда честно говорю, что когда команда станет командой, тебе нужно будет постоянно бросать ей вызовы. Потому что иначе она заскучает и уйдет. Ты к этому готов? Он говорит, да, я готов, у нас много задач. Хорошо, тогда идем в эту сторону. А где взять инфу по тренингу? А это в личной переписке. Пишите. Так, сколько времени? Обычно занимает командная сессия одна. Наташ, по классике, 4 часа. По Клотербаку я здесь работаю, это идеально. И команда не устает, и мне хорошо. А потом уже, знаешь, вот обычно третья сессия, четвертая, вот я обычно в 4 укладываюсь. В 4 команды, в 4 по 4. Причем я делаю не раз в месяц, а первые 2 я делаю раз в 2 недели, через 2 недели. Вот, а потом можно по... А потом не разогнать. Разогнать, почему? Разогнать. Я все-таки считаю, что мы должны уходить. Хотя, конечно, загадочно так взять кого-нибудь, подсадить, да, лет на 5. Но это не наш метод. Да, Владимир, ролик про обезьяна, где можно. Марин, пришлю. Так. То есть потом... Короче, сессия или дольше. Потом я не нужен, они сами, я уже так подстраховываю. Все, друзья, время мое на исходе. Я с удовольствием представляю следующего спикера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...